На предмет антитеррористической защищённости образовательные учреждения обследовали кинологи. А в школах и детских садах, где ещё не завершён ремонт, полицейские проверили всех работников подрядных организаций. Участковые же проконтролировали ситуацию в 500-метровой зоне от объектов образования. В зону досмотра попали и торговые точки. Предпринимателям правоохранителей напомнили об административной и уголовной ответственности за реализацию спиртных напитков и табака несовершеннолетним. Произведён расчёт сил и средств личного состава УВД по городу Сочи. К охране порядка будут привлечены как кубанские казачьи войска, так и добровольные народные дружины. Также в соответствии с требованиями федерального закона к охране порядка будут привлечены федеральные войска Национальной гвардии Российской Федерации. О безопасности дорожного движения позаботились сотрудники ГИБДД. В преддверии 1 сентября они проверили всю улично-дорожную сеть вблизи общеобразовательных учреждений. Это в том числе и состояние проезжей части, освещения и ограждения. В результате выявлено 255 недостатков. Проверили госавтоинспекторы и те школы, на балансе которых находятся автобусы для подвоза учащихся. Обследовано 25 школьных автобусов, из которых 11 на момент проверки оказались непригодными. Часть транспортных средств хранится с нарушением непосредственно на территории школ. Проверили информацию общую о состоянии подвижного парка школьных автобусов, подготовили в адрес руководства управления по образованию. Непосредственно в День знаний сотрудники ГИБДД проведут в школах открытые уроки, примут участие в торжественных линейках и родительских собраниях, что станет своеобразным ликбезом. Взрослым расскажут о правилах, которые помогут обезопасить ребенка на дороге. Для первоклассников же госавтоинспекция подготовила полезные подарки. Это письмо, обязательное к прочтению, и, кстати, с заданием нарисовать безопасный маршрут от дома до школы. Кроме этого, 1 сентября мы каждому первокласснику вручаем сувенир, который позволит ему быть замеченным в темное время суток на дороге. Ну а сотрудники подразделения УВД по делам несовершеннолетних определили круг семей, в которых из-за материальных трудностей возникли сложности с подготовкой детей к учебному году. Чтобы оказать поддержку таким сочинцам, личный состав УВД Сочи принимает участие в краевой акции «Соберем ребенка в школу». Инга Габиши, телекомпания ФКТ